Это второй выпуск рубрики профильных контрактов. Суть данной рубрики ясна по названию. Я показываю контракты в CSGO, в которых мы с максимальной вероятностью получаем прибыль и соответственно уйти в минус практически невозможно. Сегодня в видео я покажу целых три крутых контракта. Так что если тебе по душе данная рубрика, то прожимай лайк прямо сейчас, чтобы я видел, стоит ли продолжать ее выпускать. Как это видео перешагнет отметку в 100 лайков, я сразу же приступаю к записи новой части. Первый контракт будет из коллекции банк и обойдется нам всего в 1 доллар. Контракт будет в первую очередь полезен и актуален тем, у кого минимальный банк. Для крафта нам потребуются скины промышленного качества. Средний необходимый флоут скинов не выше 0.187, иначе мы не получим необходимый результат. Поиск подходящего флоута не составит проблем, лично у меня это занимало в среднем от 5 до 10 минут на один крафт. В итоге мы имеем шанс в равный в 66% получить Галил Смокинг или же Чешку с одноименным названием, которые после продажи в стиме абсолютно покрывают все затраты на крафт и остальные 33% остаются на дигл метеорит, который нам и необходим. Цена данного скина равняется полтора доллара. Профит минимальный, но зато данный крафт является абсолютно безубыточным. Второй контракт находится на в этом же ценовом диапазоне и обходится в 1 доллар 11 центов. Для контракта необходимо 10 скинов армейского качества из коллекции Спектра 2. Качество скинов немного поношенное, средний флоут не выше 0.097. В итоге мы имеем 20% на дроп UMP облучения и такой же шанс на MP9 слизь. Если они нам выпадают, мы уходим в минус 15-18 центов после вычета комиссии стим соответственно. Еще 40% уходит на дроп дробовика Зиги и Чешки тактикотик, которые окупают контракт и принесут нам 10 центов сверху. И оставшиеся 20% у нас на дроп СГ Фантом, цена которому в стиме 2 доллара. Данный контракт очень похож на первый, но лично мне он показался интереснее. И большим плюсом является то, что найти необходимый флоут оказалось абсолютно просто. Каждый пятый скин на торговой площадке имел подходящий флоут, что даже исключило необходимость мониторинга появления новых скинов на продажу. Субтитры создавал DimaTorzok И наконец третий контракт, стоимость которого уже немного выше, чем предыдущих и равняется 4 доллара 20 центов. Нам понадобится 5 скинов запрещенного качества из коллекции Прорыв и 5 скинов из коллекции Решающий момент. Флоут не выше 0.214. Найти необходимый флоут оказалось абсолютно просто. В итоге мне удавалось покупать необходимые флоуты еще дешевле, что снижало стоимость крафта до 4 долларов. Но все же для чистоты укажем как стоимость контракта 4 доллара 20 центов. В итоге из шести скинов, которые могут нам выпасть, нас не устраивает только 2, что составляет 34%. При должном висении каждый контракт может приносить нам прибыль. Даже при исходе, что нам будут выпадать абсолютно все скины, мы все равно получаем профит. Продолжение следует... Продолжение следует... На этом на сегодня все. Делись в комментариях, что выпало тебе из данных крафтов. Также можешь предложить ценовой диапазон контрактов, которые я бы хотел видеть в следующем выпуске. Спасибо за просмотр и до новых встреч!